все здорово здорово всем по плану у нас сегодня ну во первых вы уже заметили что весна наступила тепло поэтому по плану мы готовимся к первой ступени стрит-арта это кадама лучше все-таки разогнаться на чем-то начать с кадама мне кажется самое милое дело тем более их уже сто раз за сто лет уже не делал надо начать поклеить чтобы было пиздато тем это уже пруд просто их снимать надо и доделывать поэтому все постепенно ребята сейчас все постепенно сейчас мы начнем ну что ж друзья перемены конечно у нас лютые на канале последние две недели я не выкладывал видосы потому что в жизни происходило очень много таких оффлайн моментов которые требовали внимания и без кому который надо было решить и youtube соответственно провалился немножко приоритетах пониже расскажи про кадаму про кадама когда мы не склоняется много видео на не шаре что это такое вообще изначально я это сделал для того чтобы просто что-то повесить в лесу кадама это японские духи леса и они защищают деревья они живут в них именно поэтому как бы именно лесная тематика там как бы важно но мы их и перри фигачили уже и в город и они у нас где только не фигурирует поэтому я думаю можно в принципе подзабить немножко на лор и сам факт то что когда мы пошли в народ скидывают очень много видосов и в stories где находят когда мы в разных частях россии как не имею понятное дело никакого отношения до люди подхватили и это очень радует короче я снимаю тут видеоролик один такой подумал сезон открывать ну-ка дома это конечно классно но было бы здорово чего-нибудь еще такое сделать ну более такое обширное и вспомнил у меня что-то лежит трафаретик которая вырезал внимание в 2012 году это уже прошло 9 лет и откуда мы надо его нарисовать в моей голове в моей памяти это отложилось как будто это просто нереальный какой-то проект чтобы просто сейчас возьми и нарисую говно вопрос она начал рыться в архивов в архивах посмотрел трафарет вот смотрите вот такой дядька с котиком милый я думаю ну нарисую как бы говно вопрос а потом залез трафареты как я вообще это реализовал в трафарете и просто очумел нормально я ничего не понимаю то есть сравните котик здесь есть здесь котик куда-то пропал куда-то растворился такое мясо как в этом разбираться я понятия не имел сколько инфы пригодился школы да я хэзэ ну какой-то понимаете школа мне кажется она больше не на инфу и институты школы и шарада она больше наверное на социализацию какую-то больше даже каких-то таких жизненных момент пригодилась из школы взаимодействие с одноклассниками с другими классами старшие субординация в школе в плане учителя и прочее просили же многое и домашка типа я вот на самом деле вспоминаю я домашку вообще не делал нихуя ну то сделал какие-то какие-то интересные предметы а все остальное списывал с решебников и прокатило ну как прокатило посмотрите где я сейчас чем сейчас занимаюсь вот он результат списывания с решебников короче самая главная новость которая повлияет дичайшим образом на контент и вообще на все остальное короче я ни для кого не секрет что мой оператор ксюша мы были с ней пара и она жила у меня и помогала мне снимать контент и по короче мы с ней уже не вместе такой прикол поэтому атмосфера которую вы постоянно говорили что типа классное видео сейчас улетучится и вы поймете что такое ксюша что она делала вообще для всего этого то что у меня осталось только моя sony и я собственно говоря поэтому будем что-то из этого мудрить создавать так что такой момент и посмотрим проявится ли атмосфера или нет кто за это отвечал немножко история вот этот засранец чуть ли не из первой вообще сходки и мы до сих пор его не наклеили мне так нравится что его уже в два раза возил в москву и нихера короче не клеил потому что думаю ну блин учета для него надо какое-то прям классное место так и не находилась поэтому он до сих пор у меня еще здесь расшивается не надо его наклеить и вот еще из последней сходки тоже наклеили он как-то потерялся у меня в портфеле и поэтому я его не увидел и сегодня как стрима я как раз подготовил три новых формы они профигурируют в новом видеоролике сейчас мы на стриме их создадим потом увидите как их клеют но я не хочу просто клеить рисовать их таким образом как захочу поэтому хочу провести какой-то интерактив и поспрашивать каким цветом будем заклеивать тот или закрашивать тот или иной начнем допустим вот с этого сидячего короче давайте голосовать вот один у нас фиолетовый розовый это два голубой это три поехали пишите ну ладно три короче я вижу что больше всего пишет циферку 3 поэтому выбираем голубой пока все обратно в топку а он еще с блестками я наснимал короче немножко материала но так я не понимаю просто какой видос его вставить я проехал за значит на собаках недавно собак на электричках посмотрел что вообще происходит с россией это просто пиздец это просто пиздец я ехал по направлению по северному там лобням дмитров такой разъеб все серые какие-то гаражи стоит мужик с бабой обнимается у них мангальчик такой демится я думаю юб твою мать это же это же романтика такая всратая и куски куски пошли я думаю вот даже вот в этой всей какой-то серости кусочки хоть как-то радует глаз и их еще умудряется закрашивать то есть ну нахер объясните пусть висят какие проблемы и я я теперь понимаю значение фразы типа россия для грустных а как здесь быть веселым когда вокруг просто срач и это причем не так далеко от москвы это прям вообще ну типа совсем рядом все одного короче мы зафигачем пусть лежит отдыхает следующий ну давайте давайте тощего давайте вот на этого проголосуем ну тут короче фаворит двоечка понятно васаби и давно короче зашли в местную забегаловку где суши готовят а я по васаби вообще больной я и я больной кстати еще и на соевый соус я постоянными смешиваю их и тут по васаби ударил прям такой прям шаш нож нос задышал а потом соевый соус под конец это допил на меня кореш смотрит ну ты пизданутая говорю а что поделать если мне нравится чем не сдерживаться что теперь вот ну зацените просто какая красота я вот так вот кубкой делаю вообще прям по лайту и он укрывает губы прям я не знаю прям мощнейшим образом что это за краска дею найти я хочу только ей рисовать больше она такая жиденькая прям то что мне нужно все высыхает и сохнет у нас две таких получается последний выбор из двух 1 2 на единичка наверно больше потому что вот с этим геморройца мне вообще не хочется это вообще не укрывает ладно раньше согласен блин оранжевый классный не помню таких не было ни разу и зачем я их делаю это типа не под сходку под сходку потому что тремя не обойдешь и сто процентов будет один видеоролик очень такой необычный и там будет вкрапление стрит-арта и опять же центр москвы сука я не знаю меня как будто манит туда это красный октябрь и ну ну короче рядом прямо с кремлем там почему-то прямо самый смог я не знаю почему потому что область ее как-то над как менее достижимое что ли ты все равно видишь москву и оказываешься так или иначе где-то там где-то около гостиного двора пред пришелец к сожалению больше не существует не может он существует такой на даче влеть в огороде стоит не на месте куда мы его вешали но это логично сколько времени прошло то есть он на трех саморезах нету никакого даже смысла думать о том что он до сих пор там я там не ездил но ребята кто проезжал мимо говорят мне нихера нет сейчас первым тотем первый тотем у нас в порядке он выцелил весь к чертовой матери там никакого фиолетового никакого желтого уже нет в помине более того место было классно это можно было пикники проводить этом сходки проводил а там многолетним многовековой даже сказал туп он настолько прогнул что просто упал на все это место и расхуячил все лавочки и стол поэтому весной будет реконструкция с прошедшим спасибо большое спасибо для все пиздец какой-то на 30 лет произошел на таком разломе что типа не девушки я с работы еще ушел и сейчас я вообще такой типо стою перед какой-то пропастью но это конечно уже не так потому что кое-какие штучки наметились они реализуются я просто вам не афиширую но покажу обязательно видосы будут по-любому но в тот момент когда все это произошло это куда ну пиздец как будто вот перед космосом и на хуй мне сдался блять этот космос часто понимать в чем суть сейчас короче лежит пылится фото ловушка и нам нужно срочно я думаю это где-нибудь май часа премьет так в мае или и май июнь у нас будет хоррор стрит-арт надо подобрать хорошее изображение со стремным взглядом и я кстати увидел отличная мистичка в москве я не знал об этом на китай городе есть такой уголок где можно его поставить где можно закрепить эту фото ловушку там трафик довольно частый я думаю что не стоит это на неделю оставлять там обосрется кто-нибудь первый же день и вот нам нужно это реализовать потому что руки чешутся жестко потому что ну типа такая штука в руках и я ее не используют час когда мы но так это просто разогрев понимаете типа зима не зима работа не работа сейчас надо опять на улицу выходить красить и надо немножко разгоняться потому что лупить сразу в лу лбом куда-то в серьезный проект я не хочу я хочу нежно так меньше другой вопрос я вот этого опять же говорил про этого дядьку и так как он такой замороченный весь довольно сложный я не хочу на шухере его делать я понимаю если допустим делать какой-то стрит-арт который то уверен что завалишь за ближайшие два часа это пожалуйста но тут то но тут просто разрыв мозга тут ковыряться с ним и ковыряться и поэтому я выбираю место где согласованное место скажем так или галочку блять и вот сука самое самое смешное что 30 лет минус тянка и движ пошел такой лютый как будто меня снова 17 я к этому уже не готов то есть раньше я это воспринимал бы как ману небесную а сейчас я понимаю что я уже так с этого дерьма но оно происходит все равно наверное все таки вот насколько я могу судить моногамия наверное все таки более трушная штука чем полигамия потому что ну как ни крути все таки разнообразие женщин мужчина на все равно в башке будет присутствовать но моногамия она дает потенциал для какого-то личного личностного роста а полигамия это исключительно какая-то блин блудовая тема плудовая ты всегда один даже учитывая то что постоянно много-много всего ты все равно один так куски рисовать охуеть как дорого это на самом деле действительно так сейчас только я смотрю ребят на youtube снимают все просто уже на валики перешли эти банки чисто на контур оставляют и правильно делают какой нахуй ну 300 рублей за краску ну куда и тем более если большая объемная работа ну а потом еще какой-нибудь бег это забавит ну и чего ты будешь с этим делать не youtube с одной стороны instagram и прочие эти все тик токи они выручают в этом плане ты то есть зафиксировал показал да и хер бы с ней чуть не там дальше будет это нормальная история это всегда так было но мне как бы немножко колит типа вот этого челика я вот именно хочу почему полигалки сделать потому что я понимаю что я с ним буду в позицию очень долго я хочу на него смотреть я понимаю что он будет всратой но я хочу со временем рассмотреть в этой всратости нечто такое больше артон 320 325 пиздец это пиздец это уже все это край ну это край монтаны 500 700 ну кто будет рисовать 94 за 700 рублей но только если наверное промо какая-то акция можно в принципе вымутить себе краску по рекламе порисовать ну за 700 рублей банка но это два квадрата нужд я не знаю что с этим делать по поводу домашних животных у меня есть британец но мне его периодически жалко я допустим где-нибудь проебываюсь и а он один дома сидит я допустим беру тусуюсь а потом получается что я домой не приезжаю садим он без ужина остается меня это честно не переживаю наверное это последнее домашнее животное которое буду заводить мини история когда-то у меня здесь был большой потоп из-за того что труба он там который пластиковая он то ее поменяли и там была такая вот металлическая шла потом она начала протекать прохудилась и мне поставили пластиковую и тут была целая коалиция жкх шников они смотрели им раздал все отцовские удочки всякие снасти типа все дела один чувак такой говорит ой вот это на такой кейс есть прикольный а у меня там лежат всякие утяжелители для трафаретов он такой муж мне отдать его игру нет конечно это мой и через какое-то время но они тут регулярно на шастают а он не лежит где-то вот там и спиздили вставлять теперь мне тут тяжелитель теперь какие то я сейчас не знаю что я буду делать кстати в этом плане начнем вот с этого с блестящего шурупы идеально подходит потому что их можно брать ну он полетели главный дышать смотрим о хорошо один готов ну так немножко мостики прибрать и хорош готов что это не он не готов как бы надо еще накинуть ему полутени это потом в принципе фу блин какой крадительный запах оп раз два три блин вот пишут везет тебе и раме у вас есть какие-то мастерские мы находимся сейчас подвальным помещением у рамы гараж можно и дома в принципе если есть какой-то уголок спокойно сделать себе помещение где можно творить просто ну не размахивайся сразу на какую-то электросварку там или чуть в этом роде начни с мая с малого мне кажется любое помещение можно как-то адаптировать под подобные вещи вариантов на самом деле куча все зависит от желания желание на и иногда не хватает чем-то заниматься то вроде такой спрогнозировал да вот было бы неплохо этим заняться потом такой с дивана встал думаю блять сяду-ка и обратно на диван там так пизда то ничего не нужно делать сама организация довольно сложный вопрос я тоже могут на себе заметил такой момент когда я вставал в 6 утра и ехал на работу у меня утром учитывая то что я еду и там работаю было намного больше какого-то продуктивного времени на свои процессы на свои какие-то проекты нежели сейчас когда-то вот один дома и все сам себе дозволен ты лишний раз можешь себя обмануть и этого сильно влияет на то как будет протекать твоя работа бля не помню как звали художника одного тоже смотрел видос про него какой-то художник современный там тоже он старый но он современный при этом делать современное искусство какие-то там штуки изучает вот он нашел себе вот такой вот такое решение он брал какие-то узкие сапоги говорит вот в узких сапогах я чувствую себя типа в тонусе если я одену какие-нибудь удобные удобно обувь я чувствую сразу себя типа к вашей и на диван и все и забыл для кого-то эти узкие сапоги могут вообще в другом выражаться блять понятное дело что удовольствие от куска от хорошего больше удовольствия чем лежать но люди разные многие очень ленивы в том числе и я не вообще дивану нужно из дома убрать мне нужно какая-то раскладушка либо какое-то место где я буду спать он ли спать но не валяться потому что эта сука меня захватывает просто постоянно и это мешает очень вообще всему есть короче такой художник абстракционист федотов сергей федотов он показывал свою мастерскую можете загуглить кстати это вообще безумные видосы он рисует такое он показывает свою мастерскую будет у меня нет дивана здесь потому что диван он всегда как бы ну заманивает тебя полежать поэтому говорит я если хочу полежать то я беру это перформанс просто он берет тюбики которые уже все окончились он их складывает мешки потом он их высыпает на пол вот так вот какой-то метелка их разравнивают делаете поверхность ложится такой ой какой кайф перформанс но я понимаю о чем он говорит дивана мастерской в рабочем пространстве быть не должно иначе он захватит нас полностью сливали кстати в интер в интернет разговор каких-то космонавтов по моему тут просто знаешь они улетают на орбиту и там базар у них начинается такой просто обычный житейский один из них говорит ну вот наконец-то могут улетели все потому что дома я не знаю что делать у меня диван и все он захватывает и другой да 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 это блин походу всех работает у ленивых людей я не говорю про всех бу ленивый так ребяточки давайте посмотрим что у нас кадрома давайте возьмем зеленого ну к примеру тень да допустим она падает вот отсюда я точно знаю что тень она как-то захватит пол его лица увидите отливает класс так можно дальше добавить знаете что я думаю друзья мои хорошие я на какой-нибудь кинчару какую-то кинчару поставлю интересную и позырию под процесс рисования с вами попрощаюсь приятно что вы были со мной вместе эти полтора часа пятница да сегодня же пятница чего вы дома сидите какой нахуй стрим домой на улицу наводите шороху всем желаю всех агитирую друзья и вас люблю до свидания